всем привет сегодня у нас очередная распаковка на этот раз у нас дисплей best view то есть версия s7 то есть 7 дюймовый ну и 4k hdmi поддерживает разрешение 1920 на 1200 так ну и относится к профессиональным полевым мониторам так 178 угол обзора как слева направо то есть по 89 градусов от центра слева направо ну и вверх вниз тоже самое по 89 градусов дальше контрастность 1100 к одному так яркость 450 кандел на метр квадратный в большинстве случаев то есть использовать можно непосредственно внутри помещения ну за исключением некоторых случаев то есть солнечную погоду вряд ли можно использовать так кстати есть у этого монитора брат-близнец единственное отличие в маркировке то есть если этот best view то есть еще он дойр брат-близнец старается в такой упаковке так внутри у нас поролончик дальше инструкция гарантийник сертификат ну инструкция как обычно на английском и китайском языке для установки монитора так дальше есть тряпочка протирочная так есть внутри голова штативная благодаря которой может устанавливаться как на штатив так и на горячий башмак непосредственно камеры так дальше есть здесь шестигранник ключик ну и 1 4 резьба тука так дальше здесь есть два адаптера под разные аккумуляторы один под соньковские другой под кэнонские аккумуляторы ну соньковская mpf серия то есть 97 970 а для канона это bp5 e6 ну или lp e6 аккумулятор так дальше есть кабель hdmi mini hdmi для камеры подключения длина где-то полметра его да где-то сантиметров сорок полметра так дальше есть адаптер питания от сети единственно здесь американо-японо-китайская вилка то есть на 12 вольт 2 ампера кстати у меня есть распаковка зарядное устройство литокала там в принципе такой же блок питания лежит с европейской вилкой если что не сложно купить переходник стоит копейки ну или применять тот блок питания от литокала кому как нравится так дальше здесь находится проставка для установки козырька против солнца так непосредственно сам идет монитор чехле так ну и здесь то есть кнопка меню дальше вниз вверх хождение вправо-влево f1 f3 по f3 это клавиши по умолчанию можно организовать какое-то действие так источник кнопка включения на обратной стороне так здесь hdmi вход hdmi выход дальше наушники usb порт для прошивки дальше для установки адаптера питания внешнего компонзитный вход выход так дальше есть тумблик включения выключения чтобы обезопасить от разрядки так сбоку и снизу есть отверстие с резьбой 1,4 дюйма чтобы различным способом прикреплять данный монитор как вам есть какая вам есть необходимость так ну и внутри еще находится солнцезащитный козырек так и также есть кабель hdmi только там был менее здесь микро hdmi кабель здесь тоже где-то полметра может чуть больше здесь стандартная липучка идет хорошим сцепление так ну и непосредственно крепится это все на монитор так ну и давайте посмотрим более детально что из себя представляет монитор непосредственно на камере итак смотрим так ну и давайте включать камеру монитор сначала тумблер с обратной стороны так и теперь включаем сам монитор так вот мы подключились так ну что здесь присутствует ну во первых минимум то есть что здесь можно сделать то есть монохром включить серый красный лебеный синий ну и выключить его так дальше фальш-цветность здесь можно настраивать так работает он с никомом 3100 так включаем так включаем фальш-цветность и зебра здесь не показываем дальше гистограмма включить и отключить громкость отображать не отображать так ну и перейти в камеру я вообще делать не буду но переходит так следующее это в центре если вам нужен перекрестие есть нет дальше дальше границы различные исполнение или выключить так так здесь различные разрешения и 4х3 235 к нам и 95 к нам или выключить так цвет вот этого маркера границы так ну и толщина так видео соотношение 16 на 9 4х3 3х85 и так далее автомобиль и так далее и так далее а делаем так на так и так так и так так и Различный режим сканирования. Так, точка к точке. И тут живые раны, голубочные варианты. Так, отображение горизонтальное. Отображение по вертикали. Заморозка. Так, ну и шумоподавление. По умолчанию делаем. Так, дальше. Яркость монитора. То есть можно от 5, ну то есть здесь 50 стоит. Яркость. Контрастность. Насыщенность. Тайгамма. Точность. И черный цвет. То есть от нуля до 100. Можно даже посмотреть. Ну да, то есть идет на повышение. И идет на понижение. По 50 пока сделаем. Так, цветовая температура 6500. Пользовательская 5600. Пользовательская установки цветов зеленый. Синий. Либо красный. 5600. Ну и 650 оставим. Так, здесь можно назначить кнопки по умолчанию. То есть там вверх, вниз, вправо, влево F1, F2. То есть сейчас F1 это гистограмма стоит. Дальше полоски звука. Ну и отключение звука F3. Так, ну а здесь можно задать язык. Здесь только два языка. Английский и китайский. То есть звук, громкость. Здесь 17.30 час. А, это это... Меню. Просвечивалось, не просвечивалось? Давайте посередине сделаем. Так, ну и громкость. Сейчас 17 стоит. Сброскость. То есть сброскость. И это... Установить новую прошивку. Дальше выход. Так, ну и давайте нажимаем кнопочки, которые забиты по умолчанию. Внизу видно, не видно. Вот, ображается. Вот так. так ну и вот такой вот монитор с ним достаточно удобно пользоваться то есть не по маленькому экрану ну и очень хорошо можно настраивать всего для видеосъемки так что рекомендую всем всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания субтитры сделал DimaTorzok